Хайо, ребята, с вами Фибоначчи, и мы продолжаем прохождение Атом-РПГ. Ну что ж, кстати, после загрузки... А, вряд ли после загрузки у него бабки появятся. ХП нету. В общем, двигаем, двигаем мы в Отрадное, вернее, на выход в сторону Отрадного. Я так-то не знаю, от алкоголизма я избавился, может быть, какие-то повыполнять задания, не торопиться в Отрадное. Ну, мне бы излечиться. Не, идем в Отрадное. Итак, вышли. Из Краснознаменного. Ну и чешем обратно. Так, я вот не помню, где тут должна собака-то быть. Вот тут или голод. Ну, понятно, голод. Надо, блин, хоть пожрать. Давайте, отдых. Фиделю надо жрать? Фиделю, наверное, не надо жрать. Поджарить мясо. Приготовить. Уйти. Так-то мне бы еще одно не помешало бы сразу. А, не. Нифига-то мясо пожарил. То есть, сколько его пожарил-то? И он отхилился, значит. Где выход? Мы потеряли мясо. Одно мясо. А что это оно полностью у меня? Оно 600 восстанавливает. А у меня там 1100 было, наверное, голод. Так, смотрите. У меня еще несколько серий назад взял я квест, где надо команду собрать. Байкс от сектантов. Поставки угля. Нет, нет. Когда-то давно фогелевка отыскать и прибить некое атофика мазамбика фогелевка. А он меня, наверное, отметил, где фогелевка. Давайте хоть глянем. Тут вот просто дальше не отдалишь ни хрена карту. Фогелевка, похоже, тоже в жопе мира. Вот она. Ну да. Фогелевка и грохочущий лес тут рядом. Ну вот, я думаю, сюда мы двинем. После отрадного. Вот тут, по-моему, должна собака напасть. Или рядом с Зилом. Рядом с Зилом мы сейчас будем проходить. Ой, сюда я зайду сейчас. Здесь я мужика прибил. Ну, вора. Машины радиоактивные, к ним не подходим. Вот. Вот это местечко. Да? Я могу зайти, забрать там камень. То, что под камнем. Дошел, забрал, ушел. Молоко у меня есть. Кажется, отравление. Да у тебя по-любому отравление. Десять опыта. Пять. Все. Угодите, там еще граната. Сколько? Ну, максимум набрал. Понятно. А, молоко от радиации. От отравления вода, да? Токсичность. Да. Через минуту еще минус семьдесят пять. Через минуту в игре или через минуту так? Она же сейчас меня прибьет. И что я там взял? А тут он не показывает. Одиннадцать очков опыта я получил. Ой, молоко не надо. Это радиация. Воды-то я сейчас наберу, да? Можно хоть всю ее выпить. Давай еще. О, граната там точно была. Так, сохраним. О, пятьдесят. Убралась. А трава убралась. Вот здесь, возле, возле зела, должны на кого-то нападать. И тут я могу заручиться с спутником-собакой, которая мне нужна будет. Типа просто надо будет лазить тут. Но сначала мы дойдем. Вот. Наверное, да? Вы привлекли внимание шайки, поджигателей книг. Они явно настроены агрессивно. Договориться, 70%. Атаковать. Мы их, наверное, не боимся. О, они рядом. Конечно. И пить будут первые. Ну, почти первые. По башке мне сразу. Ни хрена их тут! Ну, так-то он одному пол-хп сразу сломал. А я-то что, последний хожу? А, надо было договориться, да? Чтобы я первый нападал. Он ранен. Прицельный. Четкий прицельный. Удар. Удар. Три? А может, в голову? Крит сразу. Заклинило. Капец! Сразу, ну, они сейчас нас забьют тут. Мимо. Да, конечно, забьют. Надо договориться нажимать. А сейчас я их не встречу уже. А мне надо тут еще вас немножко обокрасть. А, вот сюда мне не пройти. Так как закрыто. Но у меня есть навык взлома. А попросить помощи? А, это попросить моего, да? Что? Закрыто. Взломали. Открыто. Есть опыта, я получил. Никого нет рядом. Такого мяса у меня хоть отбавляй. Гвозди понадобятся. Блин, мне надо снова найти этих бандитов. У них по-любому была бейсбольная бита. Они дрались бейсбольными битами. А мне нужна бейсбольная бита для крафта. Так, вон раненый, да? Или что, он сдох уже? На койке тяжело дышит перетянутый желтыми бинтами мужик. Его бьет мелкая дрожь. Хоропялица! Во мне и без того дырок полно. А ты еще одну прожжешь сейчас. Я просто хотел с тобой поговорить. Раненый бандит с трудом приподнимается на локте и переводит взгляд на вас. О чем? Что это с тобой? Бандит усмехается и тут же кривится от боли. На перо посадили. Морщится. Мешно сказать кто. Шпаненок лет 15. Нам с месяц назад сорока на хвосте принесла, мол, в сторону отрадного какие-то беспредельщики движутся. Деревня наша, дойная корова. Значит, нужно защищать. Нычку в рощице оборудовали, дождались гастролеров и давай палить из всех орудий. Половину замочили, прежде чем они очухались. А оставшиеся? Нет, чтоб разбежаться. Как пошли на нас в рукопашку. Все с ножами, дубинами, копьями. Мало у кого даже самопал был. Совсем дикие. Хоть мы их в итоге и положили, тактика это нас за яички самую малость, но пощупала. Патроны, помню, закончились. Полез за рожком. Тут этот шкет меня бац и приласкал между ребрышек. Я ему, конечно, сразу череп прикладом разворотил, но ущерб уже был, скажем так, нанесен. Хорошо, братва, не кинуло. Рану промыли, заштопали, перевязали как могли. Но это все не дело, понимаешь? Тут настоящий доктор нужен. Вроде этого, Микояна из Отрадного. Да только разве что он придет? А силой приволочь так еще прирежет раньше срока. Он мужик принципиальный. Я бы мог потолковать с доктором Микояном. Раненый смотрит на вас с недоверием. Смотри, без минуты мертвецов разводить. Резона мало. Но если ты серьезно, за мной не станется. Все бабло, маслята, все забрать сможешь. Ёпта, да в одних трусах оставляй, если только реально помощь приведешь. Вот тебе слово, пацана. Поставим мы тебя еще на ноги. Раненый бандит кряхтит и с трудом приподнимается на локтях. Будь другом. По гроб буду обязан. Схожу поищу доктора. Удачи. И вот теперь типа время, наверное, пошло, да? Я не буду с остальными тогда разговаривать. Пойдемте за Микояном. Потому что он типа может сдохнуть в итоге. Вышли. Дохранились. И пошли. 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 Собаки нет. Никого с собакой нет. Опа. Опять они, да? Договориться. Провал. Вам не удалось убедить разбойников не нападать на вас. Бой неизбежен. Тупить. Ну просто как бы... Ну они в упор стоят. Ну так нечестно, блин. Почти убил. В голову будем им бить и все, да? Если они такие шотные, мимо. Все, хватит. У тебя больше нет энергии. Отлично. Остальные не должны вдарить. Убить эту шмару. И его. Или его. Вот у него... Вот его надо убить. А если убьют Фиделя? Что тогда? Блин, просто мне не хочется его хилить сейчас. Давай в голову. 83. При смерти. У нее дубинка. 99. Все, минус. Мимо. Отлично. Ай, попал скотина. Они его сейчас прибьют. Куда ты побежал-то к ним поближе? Ай. Ты че, блин? Ай, ты че, блин? Ну и мы просрали. Конечно. И у моего кретина, чтобы не заклинила пушка. Давайте, где вы? Атаковать. Вот. Я сейчас сбоку должен быть, нет? Какой там сбоку? Сразу на них. Сразу заклинило. Ну, сейчас она мне сшипованной дубиной как огреет. Но это уже лучше, чем было до этого. Они хотя бы вдалеке. Мимо. У нее че, каска или что? Я не понимаю. Сейчас самое главное не промазать. Убил. И отходим, да? Надеюсь, он тоже будет отходить. Не будет же стоять. Отошел. Конечно же. Отходи, придурок! Ну, почему он такой тупой? Промазал. Первый заклинил, второй промазал. Что может быть хуже тупого напарника? Блин. Без напарника лучше было даже. Так-то они слабые, блин. Ну, первый раз попал. Неужели? Умер. Обыскивают, обворовывают его. А, она отхилилась. Офигеть. Вы еще хилите, значит, да? Прикольно. Но мне надо сейчас две тычки делать и отходить. Это вдарит. Или одну тычку. Одну тычку отошел, одну тычку отошел. Да, и они меня не вдарят. Ну, не все вдарят. Ее-то я сейчас убью. Они друг другу немножко мешают еще. Ее я убил. А дальше ты че? В город убежать будет некуда. Стоять на месте не вариант. Они меня там забьют. Мимо, мимо, мимо. Мимо, 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 мимо. Ай! Ну, это хана. Я реально не знаю, что делать с Фиделем. Он просто кретин. Ему какую... Я ему все это менял тактику. Это уж какой. Пятый бой. Изменял ему тактику. Бестолку. Все, все тупо бестолку. Он все равно лезет вперед. Он не отступает. Держаться дальше от врагов. От врагов. Он говорит, да я не трус. Я не трус. Че я буду? Убегать от врагов. А будет ли он убегать и стрелять по ним? Тоже непонятно. Сейчас его вот этот вмажет ему. Но я могу сейчас стычку сделать в этого. Урон-то я на себя, наверное, буду принимать. Сильную стычку. Прицельную. Туда стоит пойти один, да? Один. В голову. Пах. Тринадцать. Один сюда. И обычный за три добить этого. И в итоге че? В итоге. Из-за Фиделя только хуже мне становится. А так он тоже попадает неплохо, да? Ну да. Этот не дойдет. Она, кстати, тоже. Можно чуть-чуть шажочек вперед. Либо вообще вот сюда. Подальше. Ну пусть его и бьют. Из-за него все эти проблемы. Промазал. Но сейчас у него хотя бы оружие не заклинило. А кого бить? Бить надо любого. Они сейчас его убьют просто. Вот что будет, когда его убьют? Тоже непонятно. Конечно. У этого, блин, брони дохраничат. Мимо. Мимо. Ну, может, все так сделаете? Ой, неплохо. Ой, неплохо. А вот этот лидер, наверное. Блин, ну не все промазали. Как такое может быть? Ну и что ты подошел сюда? А мне как его бить? Два очка. Ну, нормально. Все. Спину. А сейчас его убьют просто. Давай, добей. Перезарядка. Добивай. Ну. Планируйся, братан. Черт. А теперь что делать? Молодец, Фидель. Держись. Боги с нами. Давай, Фидель, держись, падла. Я подниматься собираюсь? Нет? Да нет, конечно. Поднялся. Нахер. Три. При смерти, да? А он любого убьет. Один, два, три, четыре. И удар. Он либо меня убьет, либо Фидель убьет. Но надо, чтобы он хотя бы один удар сделал, а не два. А он по мне будет, да? Да. Все, а? И добиваем его. А он просто бежит. Почему? Потому что у него патронов нет. Почему он просто убегает? Двенадцать. Добей! По 236 опыта. Оба просто при смерти. И меня с ног сбили. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь бандитов. Нахер сохраняем. У них доспехи у всех. Вот бита. Нету дубинка, это не бита. Болт. Слушайте, а куда я это сейчас наберу? Тут 4 кг. Дубинка с гвоздями. Слушайте, тогда мне не надо ее делать. Она вот уже есть. Холодное оружие, самодельное. Очки действия 4, 5. Игнор брони, шанс оглушить. Но лучше ножа. Давайте пока все собирать. Офигеть, не встать. Вот это неждан так неждан. Броня из покрышек. Ну, это вот, которые крафтовая. Я думаю, мы ему сейчас оденем что-нибудь. Фиделю нашему. Куда это все барахло девать потом? Девушка еще осталась в одежде. И стимулятор. Голючая броня. Тех обыскал-то. Ничего нельзя тут. Погоди ты, Фидель. Да, мы вылечимся уже в этом квадратном. Здесь никто больше не нападет. Так, сохраняем. По 236 опыта. Это как у меня. Минус 4 уклонения. Сопротивление. Да? Божный. Ну да. Фидель. На тебе броньку. Патронов, что ли, нету? Почему он перестал стрелять? Где показано количество патронов? Пять выстрелов он сделал? А что он нож не схватил? Или типа установка, когда при смерти, беги, лечись. Трудом глотает воздух. Офигеть. Сколько у него здоровья? Братан, сколько у тебя здоровья осталось? Два. Капец. Так, а таскать ты сколько еще можешь? 30 килограмм еще. Ништяк. Я тебе сейчас отдам кое-какие вещи. Лопату оставляем. Когда ее носим с собой. Маленькую могилку придется выкопать. Вот половина ему можно отдать. Я думаю. А он же сейчас не вылечится сам. Убил бы просто. Я тут, блин, тактики придумываю. Он бы взялся и просто отхилился. На тебе бревна, братан. Так, ну что, биту ставим, да? Зачем мне этот ценный нож? 9-22 урон. 5-17. Нож тоже оставляем. Хотя такой нож можно тому же Фиделю. Броня из прокрышек на продажу. Вот это тоже на продажу. Колючая. У меня дубина и... А нож я хороший ему отдал. О себе плохой. Фидель хоть помог мне, все равно он тормоз. Просто конч. Убегать не убегает? А как мне, блин? Как драться не убегая? Надо было волка-одиночка брать, да? Навык такой. Бегать одному без всяких этих... Напарников. Я их как бы брать мог. Но тогда я... Бонусы не получал бы. Погнали к Микояну сразу хилиться. Ну его нахер. Помойчики можно обобрать снова. Ну да, да. Почему нет? Хотя тут я все сейчас не продам. Пустые, пустые вон бутылочки. Так. Пойдем сразу воды наберем. 14... 14 бутылок. Тут была еще корова. И вот с этими я не со всеми тут разговаривал. Как поживаете? Расскажите о себе. По-моему. По-моему не со всеми. И здесь должны быть эти. Ааа... Как они? Культисты эти гребаные, которые... Пошли сюда. О! Пустая? Пять. Шесть. Семь. Восемь. Я переполнен, говорят. Давайте еще что-нибудь отдадим. На тебе лопату. Все? А! Ну правильно. Пустая бутылка и... Бутылка с водой. Есть разница? На тебе, Дин! Е-мое. Пять отдать тяжелого. Что мне тяжелого? На водку. Во! Водка тяжелая. Сейчас еще молока возьму с коровки. И вообще хана. Молоко еще тяжелее. Так, все. Микояныч. Сначала хилимся, потом с ним будем разговаривать. Я думаю, товарищ там не помрет. Сначала можно его, наверное, немножко... Ну, конечно. Так. Доктор, мне нужна помощь. Подлечи-ка нас. Выпить. А, он только у меня, да? Наверное. Спасибо, док. Евгений. А ты? Товарищ Фидель. Здоровья два. А почему его-то не хилят? Как мне его-то хилить? Никак? Да, я переполнен. Но пойдемте посмотрим, что у нас по деньгам вообще вон у этого, у местного бармена. Тут всего-то через дорогу перейти. Может зайдем поговорим с Ковалевым. Во-первых, я ему книгу приняю. Это кто? Перед вами сидит коренавстый усатый мужик. Он катает в ладони граненый стакан с мутным пахнущим сивухой содержимым и иногда печально вздыхает. Мужчина явно заметил вас, но лишь легонько кивает и снова обращает все свое внимание на стакан. Уважаемый, не помешаю? Усач с сомнением смотрит на вас и, наконец, безразлично машет рукой. Пожалуй, что нет. Подсесть. Чего грустишь, приятель? Ай, да это не важно. Я не грущу. Так, размышляю о всяком. Общение. Ну брось, расскажи, что не так. Мужчина качает головой, но все-таки отвечает. Ай, стыдно признаться. Из-за женщины. Вот ты поверишь, взрослый мужик, а все как мальчишка. Да, с кем не бывало. А кому это так повезло? Эх, бывшая коллега. Увидал ее на меднеем и прям в душе все перевернулось. Вот оно как, понятно. А я тут Константина Смирнова ищу. Усач вздрагивает и недоуменно смотрит на вас. Ты его нашел, Смирнов Константин Аркадьевич. К вашим услугам, что нужно? Стратег в краснознаменном хочет собрать команду для одной большой заварухи. Смирнов удивленно поднимает брови. Похоже, что вам удалось победить его депрессивную апатию. Стратег, серьезно? Ох, какие воспоминания навевает это прозвище. Да, хорошие были времена. Чертовски хорошие. К слову, а что за заваруха планируется? Большой отряд бандитов хочет атаковать отрадное. Мужчина заботченно смотрит на вас и оглядывается по сторонам. Вот это самое село угораздило же меня очутиться не в том время и не в том месте. Астротег упоминал, кто ему нужен в команду помимо меня. Сказал, что нужны еще снайпер Людмила и майор Пронин. Смирнов качает головой и крепко задумывается о чем-то. Когда он наконец заговаривает, в его голосе слышны неожиданные извиняющиеся нотки. Это, это хорошо по-своему. Старая команда и все такое. Слушай, а ты не в курсе? Люда. Людмила уже согласилась? Я ее недавно видел на заставе, тут неподалеку, но как-то не решился подойти. Еще я не согласилась, но я работаю над этим. Мужчина кивает и задумчиво смотрит на мутное содержимое ближайшей бутылки с самогоном. Ну тогда убеди Людмилу записаться и можешь на меня рассчитывать. А, общение. Я в твои личные дела лезть не хочу, но согласись, что сейчас для всего этого нет времени. Провал. Мужчина опускает взгляд, согласно кивает, однако, когда он начинает говорить, его голос звучит все так же непреклонно. Понимаю, но все такое у меня условия. В конце концов, я же не прошу у тебя перебить пещеру монстров или что-то такое абсурдное. А. Ну что с тебя взять? Хорошо, договорюсь с Людмилой и вернусь к тебе. Мирнов явно прилагает все усилия, чтобы не показать радости. Он приглаживает усы и выдает скупую улыбку. Спасибо, братан. Я у тебя в долгу буду. Да ладно, до скорого. Вот и все. Ты кто, блин? А, этот был уже тут. Я не помню, я по поводу... То, что я там починил. Я создавал вообще задание, нет? Ну что? Я тебе книжку принес. Тулкинисты херов. Вот, держи книгу. Бармен с интересом осматривает томик. Наконец он удивленно кивает и кладет его за барную стойку. Будет что почитать свободную минутку. Так, погоди. Тут немного, но вполне достаточно, по-моему. Он снова наклоняется за барную стойку и выпрямляется, уже держа в руках ящик пива. Затем он лезет в карман и достает 50 рублей. 50? Да брось, брат. Общение используем. Я немалый путь проделал, чтобы тебе эту книгу принести. Ладно, ты прав. Вроде пока не жалуемся на финансы. А до краснознаменного путь не близкий. Держи еще полтора-ста рублей. Вот, спасибо. Пока. Окей. 200 всего. Блин, всего 200. Вот я думал... Хотел узнать, как тебе книжка. Да знаешь, я по рассказам чего-то другого ожидал. Там, короче, пятеро корешей. Инженер, физик, химик, кибернетик и координатор. Изучает артефакт под названием Кольцо. А тут им посылает видение о прошлом. Где группа каких-то мужчин в коротких штанишках тащит это самое кольцо к вулкану. В общем, крепкая научная фантастика. Типа Саймака или Лема. Так, дай-ка я меню твое. У тебя сколько денег? У тебя 312. А тебе не дороже ли все продается? Где там? Фидельс со своими... Ой, ему даже дешевле. То есть выгоднее продавать пока... Броннику. Ой, медику. Броннику. Бухлишко у меня есть. Так. Че? У меня 18 штук пива. А, он жми ящик пива дал, да? Пиво 16 штук он мне дал. Ты че, блин? Офигел, мужик? Куда мне его девать теперь? Так, ладно. Пока я ничего не продаю. Вот тут я оставлял свое барахлишко. Его надо перетащить вообще в схрон. Да, Фидель? Давай-ка я тебе все пиво отдам сейчас. Я думаю, ты не против. В общем, я сейчас займусь. Я все отнесу в схрон. То, что мне с собой не надо. Быстренько. Сейчас, в общем, немножко это, инвентарь себе. В общем, одна глупая карга не дает мне забрать все отсюда. И опять она идет. Надо взять все, нажать. Все. Успел. А Фидель добежит. 155 килограмм. У него 30. Пошел я дальше заниматься этим делом. Так, в общем, в схроне я оставляю такие вещи, да. Мало ли, на какой-то фарм, на ремесло, часть щита. Шашки. Не знаю, может куда-то пригодятся. Все остальное я отсюда забираю. Что у нас по весу? У меня норм. Ну, плюс сейчас мы какие-то вещи будем продавать. В общем, тут большинство у нас осталось на продажу. Так, что у меня есть из бухла? Горилка. Подождите, как-то тут можно... Вот. Горилка. Две. Коньяк. Харизму. Ой, удачу дает. И что, все? А, самогон тоже удачу дает. Ива, я сейчас у Фиделя возьму две. Там я две на всякий случай оставил. Портвейн минус удача. Самогон водка. Водки не было, да? Итак, будем ловить, в общем, рыбку. Да, я же могу. Паучьи мозги у меня есть. А. Там надо не паучьи мозги, а какую-то херню делать. Черт бы с ним. Получилось со второго раза. Потратил меньше, но тоже потратил. Так, и забираем куколку. Вот типа на куколку надо ловить. Еще раз сохраняем. Я же могу ловить. Использовать куколку. Вот. Бухаем. Набираем 11 удачи. Но мне надо так, чтобы интеллект упал до 4. Вот, удача 11, интеллект упал до 4. Я много чего выжрал. И теперь, в общем, ловим. Вот тут еще раз игру сохраняем. Вот. Слушайте, так я со второго раза поймал. Вам повезло. Вы вытягиваете леску и... А это что такое? У вас в ладонях лежит небольшая золотистая рыбешка. Совсем малютка. Вы пожимаете плечами, но тут у вас в голове звучит высокий мелодичный голос. Самое странное, вы понимаете, что с вами говорит рыбка. Чего? Отпусти человек меня в пруд, дорогой. За себя отдам. Дам откуп. Откуплюсь, чем только пожелаешь. Какой такой откуп? Я могу выполнить твое пожелание. В рамках разумного, конечно. Даже, может, ты хочешь что-то себе улучшить. Может, и хочу. Так, я сейчас загадаю и отпущу тебя. Слушаю. Вот. Сильнее, выносливее. Внимательнее. Внимания мне не надо. Обаятельнее. Харизмы, да? Есть еще варианты. Умнее и более ловким. А может, ловкость? А я ловкость себе прокачаю. В общем, я так подумал. Харизма, харизма. Харизму, наверное, можно как-то поднимать. Ну да, харизму можно поднимать какими-то другими методами. Поэтому так и будем это делать. Интеллект и ловкость. Ловкость может... От ловкости, в общем... Ловкость это... Количество очков действия, да? То есть, у меня сейчас 8. Будет 9. Ножом, допустим, 3 раза можно будет бить. Но если использовать биту, то как было 2, так и останется 2. Но можно будет на шажок отойти. Или ударить прицельным ударом один раз. Умнее интеллект... Давайте, наверное, интеллект. Или ловкость. Или... Я не знаю, ребят, что выбрать. Берем интеллект. Очки навыков будет давать. Хочу стать умнее. Мгновением окажется, что вы понимаете все секреты нашей вселенной. Жизнь как таковая становится не сложнее 2 плюс 2. Вы ощущаете себя богом, но это чувство быстро ускользает. Впрочем, вы все равно ощущаете себя немного более умным. Какой любопытный эффект. Но поделитесь своим секретом, госпожа. Хм, рыбка. Ничего я не сказала рыбка. Лишь хвостом помахала и спрыгнула обратно в глубины пруда. Вы остались стоять на берегу тщетно, селись понять, что с вами только что произошло. Мда. Я снова стал алкоголиком. Вот как, да? То есть, мне снова надо будет лечиться. За 400 рублей. Но это не так много. 400 рублей за одну характеристику. Ну, ладно. Сейчас у меня не поймешь, какие тут характеристики. Это снимаем. Как теперь отрезветь? Так, и что я сейчас вообще ничего продать не смогу? Харизма, да? Влияет на цены. Нет, у него еще 80 рублей остается. Лопату мы оставляем. Кубики одни. В итоге тяжелого я так ничего не продал. Пиво. Присловкость. 10 рублей остается. На, еще одну. Ну, все. Ставили его без денег. Сделка. Зачем мне нужен был кирпич? Да? Потому что я запомнил рецепт создания кастета. Посмотрю, смогу ли я без рецепта его сделать. То есть, мне нужна свинчатка. Металлолом. Он у Фиделя. Свинчатка. Есть. Теперь мы ее убираем. Да, походу, она нужна обязательная рецепт. Иначе глупо. Купил, загрузил. Да, действительно глупо. Макулатуру продать. Немалейшего представления, как можно соединить эти предметы. А если так? О! Получился. Хороший кастет, да? То есть, я могу создавать без этих. Очки действия. 2, 3, 8, 19 урон. Пойди плохо. Взял. А вот на следующий уже, может, косынка нужна. Или что-то типа того. А это не тот кастет. Или тот? Вот, бандана. Пенчатка и веревка нужна. Но оно может все не получиться. До коленача я сейчас сохраню. Веревку ж я купил. Но оно у Фиделя, да? Да. Почему-то все в Фидели упало. Синчатка, бандана и веревка. Вот! 7, 16. Шанс оглушить самодельное оружие. А вот дальше уже. Еще раз сохраняем. То есть, ничего изучать не надо было. Ой, вернее, покупать. Ремесло. Варежку. Проволоку. Сейчас я вспомню. Так, металлолом. Может, кирпич? Нет, кирпич сюда, наверное, не нужен. А! Блин! Вот! Шкура, точно! Потому что все в Фиделиу и упало. Создать. Не малейшего представления, что из этого получится. Как? А, мыло! Какое мыло? Гвозди. Я перепутал мыло. Вот гвозди. Не? Ну, ладно. Забыл. Я забыл. Веревку, может. А не проволоку, а веревку. Но еще одной веревки тут. Еще одной веревки у меня нету. Так. Ну и ставим кастет этот. Где он есть? Перчатку, кастет. 7-16. Ближний бой. Но очки действия 2. Да? То есть тут 2 удара сделать. А тут можно 4 удара сделать. Шанс оглушить 5%. 15. Но если бы еще улучшили, то, может быть, вот этот стал бы лучше, чем вот этот. Хорошо. У тебя точно нет там веревки еще одной? Веревка нет. Деньги нет, веревка нет. Пошли веревки искать. Работа, работа, отчеты. А, да я с тобой 10 раз уже разговаривал. Так, теперь этому продаем. И все, и валим отсюда, в принципе. Меню. У него тоже веревка нет. Кирпич пока у себя оставляем. Что продать? Бутылку с водой выпить просто? Слишком много у меня веса. Да? Странные люди, индейцы. Все. Его тоже мы обанкротили. Сразу же, да? Уходим. Что по весу? 99. А у Фиделя тоже многовато. Еще две брони целых. К доктору Микояну. Проняем. 800. Так, ну-ка дай-ка. А, все, да? Даже 6 рублей ты мне еще типа должен. Сделка. Хорошо. Хорошо. И что, у меня 979 рублей всего? Я, значит, их всех обанкротил. У меня всего 979 рублей. То есть, я сюда шел, у меня было ноль. Нужна ваша помощь. Не-не-не-не. Есть тут один пациент для вас, доктор. Доктор Микояну удивленно смотрит на вас. Это вы о себе так в третьем лице, молодой человек? Можно ли спросить, с какой стати? Да не о себе, док. Тут на местном заводе пацан лежит подрезанный. Спасать надо. Доктор Микояна отшатывается от вас. На его лице видно возмущение. Абсолютно исключено. Что бы вы ни сказали, я доктор, а не хем, лепила. Вы действительно полагаете, что я стану помогать одному из тех, кто сделал жизнь этого поселка адом на земле? Вот интеллект. Я же интеллект выбрал. Может, он мне тут и поможет. Интеллект, но ведь на кону жизнь, клянусь Аполлоном, врачом Аскепием, Гигией и Паннакией. А я силу нажал. Очевидно, вам удалось несколько запугать доктора, однако он быстро приходит в себя и тихо вздыхает. Я был о вас лучшего мнения. А теперь вы пытаетесь напугать меня, как какой-то дикарь. Несмотря на ваш, признаю, грозный вид, я все-таки откажу и сделаю вид, что не обратил внимания на эту попытку запугивания. И что, мне сейчас опять загружать? Блин! В таком случае, позвольте мне зайти с другой стороны, доктор. Интеллект. Вот, можно разные варианты. Доктор удивленно смотрит на вас. Клянитесь, хоть Дионисом это вам не поможет. Я доктор, а не древний грек. К чему вы это завели? А ведь это первые слова клятвы Гиппократа. Неудивительно, что вы их забыли. Он смотрит на вас с усмешкой, которая вскоре сменяется выражением полной серьезности. К вашему сведению, в присяге советского врача подобной строки никогда не было, а клятвы Гиппократа давно уже никто не пользуется. Впрочем, ладно, чего уж давить вас интеллектом, когда общий посыл понятен. Вы правы, долг врача не всегда заключается в помощи только тем, кто этой помощи достоин. Отправляйтесь в лагерь бандитов, я двинусь следом. Нужно только собрать саквояж. Спасибо, доктор, я всегда в вас верил. Ух. Он собирает саквояж, и я у него забираю последние его вещи. А, блин, это задолбал. Ну, типа он двинется следом. Денег у меня нету. Но, вот тот, которого мы будем спасать... Так, а Фидель у нас покоцанный до сих пор. До сих пор покоцанный, что же с ним делать? Как же его, блин, лечить-то? Жрать только? Ну, ладно, сейчас вот мне надо будет, допустим, пожрать. А что у тебя вообще одето? Ружье без патронов. Белый пистолет тогда без патронов, который я продал, да? Будешь пока с ножом. Непонятные патроны. Тут все написано, а там какой-то заряд. А, кстати, тут еще остался у нас... Вот здесь... По-моему. Схрон будет один еще. Вот он. Погодите, этот я обыскивал. Да? Нет? Ммм, я его не обыскивал. Забери-ка, Фидель, себе это. Мне хватит хлама. А тут что тогда? Там я травился? Нет, тут... Погодите, мне писали, тут всего два схрона. Я их оба нашел. Значит, нихрена больше тут нету. А как я его не увидел? Я тут все бегал. Такое ощущение, что я что-то забыл в этом городе. А, ну поговорить типа с чувачком, которого мы ремонтировали. Пойду поговорю. Если я с ним уже говорил, то вырежу. А, товарищ, ну как успехи с двигателем? Починил? Готово дело? Что, правда? Да не верю. Да не в жизнь. Неужели кому-то хватило пресловутого внутреннего стержня на то, чтобы притянуть руку помощи страждующему поселению? Рад был стараться. Вот это я понимаю, товарищ. Радость труда. Чувство выполненного долга перед коллективом. Выручили? Действительно выручили. Он крепко пожимает вам руку и похлопывает вас по плечу. Уйти. Так, а я не понял, где еще эти направились-то сюда? Но он мне не даст ничего забрать сейчас. Его как-то отсюда надо выдвырить было. Ну, смотрите, вот этот дом... Ой, вот этот дом. Надо, чтобы Фидель тут остался. Фидель, иди сюда. Я, по-моему, вот этот шкаф могу обыскать снаружи. Нет? О! Боевые заслуги. Ведь этот гад и ночью не спит. Так, Ковалев, ты мне что скажешь, нет? У меня есть что доложить по поводу бандитов. Я вас внимательно слушаю. У меня есть информация о пленнике в лагере бандитов. Да это ж небось Стеблев, механик наш. Он тут рассказывал байки про то, что стал миллионером. Похвалился, по пьяне, наверное. А вот бандиты его сомнительный юмор не оценили. Послушайте, его нужно как-то вызволять. Я могу попробовать это сделать. Да, это и требуется. Не знаю, как у вас это получится, но что-то мне подсказывает, что бандитам он особо ни к чему. И держат они его больше из вредности. Думаю, что его можно будет выкупить. Вероятнее всего, у их главаря. Ясно. Тогда пойду и займусь этим. И новое как задание, да? По поводу бандитов еще нет. Все. Гоу в лагерь бандитов снова. Но, единственное, я сейчас зайду и выйду. Если там доктора нашего Микояна не будет, а его там не будет, скорее всего, я смогу его обокрасить. В общем, она тут не уходит. Попробовал украсть, он начал по мне стрелять. Падла. Ночь. Сколько время? Где время? Вот. Да это не ночь, это вечер. 9 часов вечера. Блин, там книжка интересная. Ой. Вас преследует небольшая стая голодных волков. Если вы ничего не предприняете, они точно нападут на вас. Атаковать, конечно. Ну, дядька при смерти, чё я вам могу сказать? А волки, небысь, мощные. Ой, он отхилился. А чё только 9? И убегает. У тебя есть оружие? У него же нож есть. А, ну он с ножом, в принципе. А, я залез в инвентарь, потратил, да? Драгоценные ходы. Ну чё, попробуем костетом сейчас его отделать, волка. Он опять хилится. Понятное дело, он сейчас все хилки так сожрет. Падла. Четыре удара. При смерти. Убил. Но больше не вдарю. А волк вдарит подойдёт. Слушайте, они такие слабые. Меня бей. Молодец. Ещё бей, ещё бей. Трус вонючий. 90 за 2. Как будто они сильнее, чем крысы. А они не сильнее, чем крысы. 91% шанс попасть. А этот какой-то жирный. Иди подойди вдарь. Тычку иди вдарь. А, там ещё один такой же. Эй! Меня побьют сейчас. Чё Фидель после него ходит? Ты чё, Фидель, блин? Ну да, они в общем разные ещё. До этого ещё больше должно быть опыта. 28 хп у меня осталось. Ну капец. Несправедливо это всё. И того я не видел. Давай, Фидель. Молодец, Фидель. Чтоб тебя черти в аду драли, блин, раскалённым хером, придурок, блин. Вот так не мог сдарить? Вот, правильно, по нему угостить. Вот, свит с ног, крит. Падла. Ну, Фидель. Нож обязательно в руках держать? Чтоб их разделывать. А мой нож у него. О, да. Да, обязательно в руках держать. Значит, нож надо, чтобы у меня был. Не, ну я сейчас ему отдам его обратно пока что. Тут хер в утьму мясо просто собрал с них. Выходим, сразу отдыхаем. Больше нету? Говорилось про стаю. Их четверо. Ну хотя четверо это уже стая, да? Лагерь. Жарём. Давай жарать. Рывной чай нет. Картошка можно запечь. Ой, блин, вот чай забыл. Посадить. Ну, можно вернуться в город. Четырнадцать и тринадцать. И ещё одно. Во-во. Во-первых, это опыт. Просто так. Лишний опыт, да? Отдаём ему нож. Слушайте, четыре удара, это очень круто. Я даже не знаю, буду ли я бить битый, да? Битый вообще можно промазать. Фидель, ты как? Чего, Фидель? Ты офигел, Фидель? Ты совсем Фидель или не совсем Фидель? Давай ещё жри тогда. Вот теперь, вроде, нормально. Нового тратная. Да нет, пойдёмте уже отдадим. Мне кажется, я сейчас ещё кого-то встречу. Чё-то часто как-то я начал кого-то встречать. А, может, вот ночь-ночь, собаки, ой, ночь, бандиты нападают на прохожего. Единственное... Вот, да, проблема. А, типа тут пошастать, тут должно что-то произойти. О! На засаду разбойников, если ничего не предпримите, они точно нападут. Это совсем не то, чего я ожидал. Я тебе сейчас накостыляю со своей перчаткой, ты понял? И Фидель тебе сейчас накостыляет. Ну, почти. Дари как надо, Фидель. Вот так, раз. Раз, два, три. И чё, мы его не убиваем? Ну, может, с ног сваришь? Пять процентов? Хоть раз-то. Вот так надо, Фидель, понимаешь? Убил! 51! А тот с пистолетом. Обитый, наверное, я бы убил их. Его. Заклинило. Ничего страшного. Все получите. А эти сильные, да. Просто хочу посмотреть, что будет, что у них их логово. Ты же не попал? Ты дважды не попал. Понимаешь, придурок? Сейчас у тебя опять заклинит. Смотри. Ха-ха-ха-ха! Дятел! Дятел! По рукам! Выбей пистолет! Не выбил? Ой, да что ты. Вот они, 10 процентов. Ах, ты ж подлец. Успел еще и перезарядиться. Фидель, поднимется? Нет? Э! Нет, все, он умер. Я это и хотел проверить. Я просто не совсем помню. Мне точно лазить тут? Или не точно лазить тут? Должны какие-то черти тут напасть на прохожего с собакой. О, вы наткнулись на тропу, которая ведет в едва заметную прогалину у подножия небольшой скалы. Вы желаете изучить это место? Проверите. Я так, блин, доктора-то никогда не приведу. Чувак там сдохнет. Там чей-то лагерь был. Ой, веревка, что ли? Веревка. Подневник мертвеца. Здесь тут уже где-то веревка или проволока? Провода, блин. А это... Макулатура гвозди. И тут гвозди. Пустая армейская фляжка. Кстати, у меня же своя фляжка есть. Которую я могу, наверное, воду и молоко может набрать. Отдохнуть тут не получится. Радиации нету. Давайте почитаем дневник мертвеца. Ху-ху-ху! Восемнадцать страниц, вы офигели? Ну чё, прочтём? Быстренько. Причина появления этого дневника настолько глупая, что мне даже немного неловко её здесь писать. Однако, учитывая некоторые подозрительные обстоятельства последних дней, полагаю, что сделать это необходимо. Ровно две недели назад я проходил через Краснознамённый. Моей целью было продать несколько мотков проводов и закупиться едой, что я и сделал. Но когда я уже собирался выйти за стены города, меня окружила толпа цыган. Старая цыганка, которая явно была главарём этой шайки, предложила погадать мне и не успел я отказаться, как она схватила мою ладонь и стала с притворным интересом её изучать. Я ожидал привычных море удачи, сплошное горе и просьбу позолотить ручку. Но тут произошло что-то совершенно неожиданное. Цыганка отпустила мою руку и с непонятным страхом посмотрела мне прямо в глаза. «Он идёт за тобой!» – прошептала она. Я хотел было поинтересоваться, кто это идёт за мной. Но старуха не дала мне начать. «Дайди за небом!» – выкрикнула она. И не сказав больше ни слова, скрылась вместе со своими вмиг притихшими товарищами. Я был, честно говоря, несколько обескуражен. Не столько даже её заявлением, как тем фактом, что цыгане ничего не уграли у меня. Постояв немного и наконец решив, что всё это просто какие-то глупости суеверных людей, я пошёл дальше по своим делам. Но слова о том, что кто-то может следить за мной, прочно отпечатались в моей памяти. Твою ночью я не мог уснуть. Мысли о слежке не давали мне покоя. А чистое зимнее небо за окном напоминало о предупреждении. «Следи за небом!» Наутро моя нервозность не прошла. Навязчивые, мешающие, даже пугающие мысли никак не хотели покидать мою голову. Я нет-нет, да, и поглядывал по сторонам, или быстро проверял небосвод, как будто искал в нём какие-то изменения. Всё было привычным. Но мне стало казаться, будто эта привычность ложная. Будто после тех проклятых слов старой цыганки с моих глаз спала пелена, и я начинаю замечать что-то неправильное в окружающем меня мире. Я решил, что начинаю сходить с ума. Жизненный стресс окончательно сделал меня то ли параноиком, то ли шизофреником, то ли и тем, и тем. Но сегодня произошло то, что вызвало у меня уже вполне обоснованные подозрения. Я заметил кого-то. Краем глаза, вдалеке, кто-то точно следил за мной. Фигура была явно человеческая, но особых деталей я разглядеть не успел. Впрочем, этого достаточно для того, чтобы, если и не разувериться до конца в собственном сумасшествии, то как минимум начать рассматривать и другие варианты. Поэтому сейчас я сижу перед костром, смотрю на звёздное небо и записываю эти слова. Пусть дневник станет моим помощником, если я действительно теряю рассудок, или если за мной на самом деле ведётся слежка. Это следующий день, да? А, нет, через 4 дня. Опять пишу сюда небольшое дополнение к моей первой записи. Самое главное, за мной точно кто-то следит. Не раз и не два я уже замечал чей-то тёмный силуэт на горизонте. Всякий раз, как я иду проверить этот... проверить этот урод куда-то прячется. Но я точно видел его. Нужно будет расставить силки и капканы по округе. У меня есть несколько теорий о том, кто это может быть. Первое, и самое вероятное, это то, что... давешние цыгане затеяли со мной какую-то игру. Не совсем понятно, чего они пытаются этим добиться, но у меня есть подозрение, что в нужный момент они должны появиться и предложить мне какой-нибудь волшебный талисман. Защиту от духов и прочую антинаучную муть. Если это так, то они промахнулись. Меня не напугать всякими нелепыми страшилками. Если они придут ко мне со своим дерьмом, то клянусь, что открою огонь. Вторая теория, кто-то планирует меня ограбить. Тоже вполне возможно. Так или иначе, капканы поставить стоит. Стоит. Это явно не повредит. Кстати, перед сном теперь смотрю в небо. Что-то в нем есть, будто оно постоянно меняется. Каждую ночь новое. Пятое число. Сегодня у меня появилось еще одно доказательство. Слежки. Я проверял капканы и нашел в одном из них кусок ткани. Ткань шерстяная. Выкрашена в черный цвет. На доставшемся мне куске с золотыми нитками вышита звезда. Я так и не смог понять, какой части одежды он принадлежит. Может брюки, может куртка, пальто. Может даже плащ. Самое главное, что кто-то явно шарился неподалеку от моего лагеря. В несвязанных новостях в два капкана попали зайцы. Это неплохо. 17 число. Мой призрачный преследователь не появлялся почти месяц. Как это? Почти месяц. 12 дней всего. И потому я фактически забыл о существовании этого дневника. Этой ночью пришлось вспомнить. Сначала мне показалось, что меня разбудил крик раненого животного. Но, придя в себя, понял, в пронзительном звуке, который заставил меня вскочить в холодном поту, было что-то неестественное. Крики больных животных наполнены болью, страхом и тоской. Этот звук был пустым, лишенным эмоций, как сигнал, как сирена. У греков сирены славились тем, что заманивали моряков на острые скалы. Возможно, хочет выменять меня из лагеря. Подозреваю, что моя идея о преступном умысле оказалась верна. Но ребята не на того напали. Мы тут сами с усами. Спустя два дня. Опять ночь. Опять поднят его дребезжащ... Опять поднят его дребезжащим визгом. Кого? Че? Вооружился, прокрался к границе лагеря. Никого. А потом внезапно окружай, оглушающий, в ночной тишине нарастающий шорох листьев под ногами какого-то невидимого, кого-то, кто побежал прямо на меня из-под леска. Я дернул обратно в лагерь, чуть не обронив свое единственное средство защиты от этого подонка и его шайки. На второй минуте бега понял, что за мной больше никто не гонится. Стало быть, целью у них был не грабеж. Что им нужно? Что ему, этому черному бандиту, нужно от меня? Дни сейчас еще слишком короткие, чтобы отправиться, искать цыган, которые мне его нагадали. Да, они небось уже давно покинули эти края. Нужно собраться. 23 число. Третья ночь пролетела быстро, без снов и ощущения проходящего времени. Будто просто отключился на 7 часов сразу после того, как лег. Наутро сделал много хозяйственных дел. Капкан добыл мне молодую косулю. Вокруг лагеря никаких следов человеческого присутствия. Видно, решили стать осторожнее после прошлого раза. Следующим днем. Разглядывал небо всю ночь. Если раньше я еще мог сомневаться в своих наблюдениях, принимая их за совпадение и обманы зрения, вот какая рифма. Теперь их правдивость стала очевидной. Звезды потихоньку гаснут. Не досчитался самый тусклый в созвездии Большой Медведицы. У стрельца сильно передела тетива. Что происходит? Следующий день. Идея, или лучше гипотеза. Что если конец света это не идиома? Что если эту фразу, которой называли исход Великой Войны, стоит рассматривать буквально, по сумме значений комбинирующих ее составные части? Горестное предсказание, как у той цыганки, но в глобальном масштабе. Не индивидуальный черный преследователь, лидер бандформирования, а чернота, преследующая все мироздание. Вот такая рифма. Что если свет умер, когда бомбы упали? И теперь чернота накрывает нас ночь за ночью. Все гуще. На небе все меньше звезд. Оно почти погасло. Не бойся небо, не беспокойся. Не беги от меня. Небо, не бойся небо. Не беспокойся. Не беги от меня. Не бойся небо. Бред какой-то. 28 число. Абсурд. Это абсурд. Но это правда. Правда ли? Да, правда. Мои чувства не могут лгать. Моя память... А, погодите. Это уже 28 марта. Тогда, может, там действительно месяц прошел. Я что-то как-то не... Я думал, 11 месяц, а типа не второй. А это третий, типа. Моя память не может обманывать меня так сильно. Всю прошлую ночь я проспал как убитый. Изможденный вчерашними наблюдениями за чернеющим небом. Я не делал предыдущие заметки. Я не писал этот бессмысленный набор фраз про небо. Тут даже почерк не мой. Кто? Кто прокрался в мой лагерь? Больше не безопасно здесь. Не могу избавиться от Тремора. Каждый раз представляю, что он был здесь. Черный незнакомец, которого ко мне подослали цыгане. Какие цыгане? Причем тут цыгане? Слонялся над моим спящим телом. Рылся в моих вещах. Дышал на меня. Писал в этот дневник. Убирайся отсюда. Что тебе нужно? Через день. Не стал дождаться утра. Шаги вокруг лагеря. Он снова хочет забраться сюда и писать мой дневник. Дернул в первые минуты предрассветных сумерек со всеми пожитками, что мог унести. Перебрался в пещеру недалеко от моей стоянки. Хорошо, глубоко, безопасно. Только один вход. Только один выход. Можно сторожить. Можно не бояться. Первое апреля. Если бы только вход в пещеру не открывал вид на рваный край неба, я бы не знал. Я бы был бы спокойнее, увереннее в себе и в своем будущем. Но я вижу, последние звезды уходят с небосклона. Небо чернее сажи. Надежды нет. 13 апреля. Больше не осталось припасов. Только немного воды во фляге. Боюсь выходить, проверять силки. Он не позволяет мне выйти. Шаркает своими ногами в листве у входа. Выскакивает и спускает свой истошный вопль. Стоит мне только подобраться к выходу. Никогда не спит. Всегда там, на пороге. Ждет. Одного тона с потухшим небом. Невидимый. 16 апреля. Он здесь. Стремно. А где моя броня? Я что, без брони хожу? О, понятно дело. Я-то и без брони хожу. Я ее тогда еще снял, когда цену проверить. И без нее и дрался. Ну и все, выходим. Ну и где он? Время, ночь. Ты где? Вряд ли тут что-то еще будет. Просто страшная история. Ну какая прям правдивая, да? Обожаю так дневники читать. Таких сумасшедших. Допустим, мы сохраним. Собаку, ладно, я еще успею найти. Пойдемте уже посмотрим, что там с тем больным, если он не помер еще. Итак. Блин, опять у меня получается видео на 2 часа. А после обрезки получится фигня. Все тут уже. Роняем еще раз. Ага, глюк пошел. Или это ко мне сам Айболит пожаловал. Я с ними даже разговаривать не могу. О. Перед вами стоит седой старик с аккуратно подстриженной бородой. Его невеселый взгляд прикован к лежащему на постели раненому. Доброго. Надеюсь, я не помешал. Вижу, вы не в духе. Старик смотрит на вас с печалью в глазах. Не помешал, не боись. Леньку корешка моего надели, продырявили. Теперь вот за ним приглядываем. Он как температура спала, не буйный больше. Так что можем и побазарить. Ты ведь хотел чего-то или просто так подошел? Да я знаю, кто порезал чего. Просто так. Ну, можно просто ему несколько вопросов задать. Мало ли, что-то там какой-то вариант будет. Ничего не будет. Пока. Что мне делать? Не конюйся. О! Хилит, хилит его. Этот укол снимает, снимет воспаление. А? Хорошо. Пора зашивать. Слушайте, он так жестко его теребит. Все? Блин. Что, умер? Уй. Ай. Что такое? Но он же не помер, док. Готово, глянь. Я пока ни с кем не могу говорить. О, 300 опыта. Все. Доктор Микоян критически осматривает раненого бандита и одновременно собирает свой потрепанный саквояж. Да, не ожидал, что буду помогать этим сомнительным личностям. Впрочем, люди это люди. Есть плохие и есть хорошие. Даже бандиты не все кончены отморозки. Ладно, молодой человек, не лезьте под руку. Не видите, что я занят. Скоро пойду обратно в деревню, там и поговорим. Здешний контингент даже обещал выдать мне конвой. Тогда не буду отвлекать, до встречи. Вот и все, блин. Полегчало мне, мужик. Реально полегчало. Только от таблеток в сон клонят, но... Может, даже выкарабкаюсь теперь. Спасибо. И доктору тоже. Не ждал. Не ждал, братушки. Да, слушай, о награде. В тумбе погляди у кровати. Я пацанов туда весь свой хабр сложить попросил. Все твое теперь. И вырубился. И сейчас этот мне накостыляет за то, что, типа, я ворую. Ну, знаете, так, нормально. Особенно, если это все покупать. Все, да? И он потом, типа, у меня будет все покупать очень дорого. Очень задорого должен покупать. Что мне тут теперь надо? Тут мне еще с кем-то поговорить. Будет я их, как бы, не могу? Или могу? Или не могу? Петр Бутин. Давай с утра. Они все с утра хотят разговаривать. Ну, вот это встал. Перед вами стоит поджарый, деловитый мужичок. Он молча смотрит на вас, явно не собираясь начинать разговор первым. Вопросы? И, собственно, ничего интересного. Просто так я его разбудил. Так, ну что ж. Тут надо сейчас отдыхать. И со всеми поговорим. И этого выкупать, да, товарища? Со всеми переговорим, ребята, уже тогда в следующей серии. Ну, а если понравилось видео, поддержите лайком. А также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами был Фибоначчи. И пока. Пока.